Я поеду в универ, перестать говно, но мы это сделаем. Когда новые песни? Меня немного выбили из колеи. Please. Всем доброе утро, добро пожаловать в мое новое видео. И сегодня я поеду в универ. Это будет первый учебный день этого учебного года. Сегодня у нас будет две лекции по истории и теории литературы. И я, честно говоря, чувствую себя так, будто я вернулась на первый курс. Потому что только на первом курсе я ходила на лекции. На втором курсе я, в принципе, почти не ходила на пары на лекции. Может быть, раз 20 всего сходила за год. Так что в этом году я постараюсь, конечно, почаще появляться в универе. Я только что обнаружила, что я не зарядила свой рабочий ноутбук. Я очень надеюсь, что за 50 минут он зарядится хотя бы наполовину. Ну, потому что что я буду делать на лекции без ноутбука? Please. Давай, братка, ты мне нужен. Я вот только что поняла, что я забыла вам рассказать о том, что я купила недавно очень крутую вещь. Я купила клавиатуру. Это Артурия Минилаб. И теперь я, наконец-то, могу спокойно делать аранжировки дома. Так что у меня теперь есть классная большая библиотека инструментов, которая шла вместе с этой клавиатурой. И... Так что я очень рада. Окей, так что вот такой вот мой наряд дня сегодня. И давайте посмотрим на компьютер. 83. Окей, пойдет. Продолжение следует... Короче, я уже дома. И я сегодня попала на интересную лекцию. Это была лекция про авангард в литературе. Все такое. В общем, мне понравилось. Даже удивительно. Потом я зашла в шоколадницу. Так что мне нужно отредактировать курсовую для того, чтобы отправить ее девочке на рерайт. Вот. И после этого я займусь историей, пересдачей. Я думаю, что вплоть до середины сентября я буду, наверное, в каждом влоге говорить о пересдачах, потому что для меня это стресс сейчас небольшой. Мне, кстати, правда стало легче, когда я увидела комментарии ваши под прошлым видео, что у вас тоже есть пересдача, и я не одна такая. Так что да, мы со всем справимся. Мы все сможем. Пересдача говно, но мы это сделаем. Вот. Так что да. А еще я, кажется, никогда не видела столько людей в универе. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что сегодня 2 сентября, и все как бы пришли первый раз за год, да. Но сегодня было прям столпотворение какое-то. Как хорошо и классно дома, господи. Продолжение следует... Что вы думаете? Я сделала половину билета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все работает. Е-е-е. Это мой третий раз, моя третья попытка переписать первый выпуск подкаста. Я послушала первые две записи, я поняла свои ошибки, свои ошибки в интонациях. Короче, я хочу сделать нормально, поэтому переписываю третий раз. Но мне надо собраться, потому что меня немного выбили из колеи. Все еще выбивают из колеи. Фух. Окей, я записала первый выпуск. Я думаю, что на этот раз все получилось. Я прям старалась интонировать нормально. Так что да, сейчас буду работать. Ну, не сейчас, я имею в виду, что следующий пункт это разработать, написать джингл. И после этого уже можно выпускаться. У меня уже готова обложка. Так что сейчас уже почти девять вечера. И it's time for me to go and eat. Простите, у меня немного крыша едет просто уже сегодня. Фух. На самом деле прошло уже пару дней. И сегодня понедельник. Вот так что у меня сегодня будет такой домашний рабочий день. Очень уютный, надеюсь, на это. Вот. Так что я хотела подвечать на ваши вопросы. Пока я открываю ваши вопросы, я хотела пару слов сказать о подкасте. Вот. Его релиз немножечко задерживается. Я думаю, что... Thank you very much. Я думаю, что я выложу первый выпуск после пересдач. То есть это будет в середине сентября. Потому что сейчас у меня основной фокус внимания уходит именно на экзамены. И мне не до монтажа подкаста. Так что немножечко придется подождать. Ваши вопросы. Будут ли еще ковера? Я думаю, что да. Я планирую записать несколько коверов. И, скорее всего, размещу их в декабре, в январе. В общем, у меня вообще есть одна интересная идея на зиму. Как разбавить мой контент. Так что да. Я думаю, что будут. Когда новые песни, спрашивает меня мой саунд-продюсер. Новые песни будут тогда, когда я наконец-то пойму, как мне дальше действовать. Я сейчас нахожусь в зоне, когда я не очень понимаю, что происходит с моей музыкой. И как дальше быть. Нахожусь в поисках менеджера какого-то толкового, может быть, лейбла. Может быть, каких-то путей реализации других. Не знаю. Вот правда. Я не знаю, когда новые песни. Я точно знаю, что они будут. Рано или поздно мы их делаем. Вопрос даты. Это сейчас очень сложно. Как бы я не хотела сказать, что новые песни скоро, я не могу обещать, что это будет скоро. Поэтому у меня немножечко застряла группа ВКонтакте моя, Анна Дарк. Вот. Но я надеюсь, что в какой-то правильный момент что-то придет ко мне, какая-то идея, какая-то мысль. И я продолжу свою музыкальную деятельность. В качестве артиста. Не в качестве сомграйтера, а в качестве артиста. Разбавим немного музыкальную тематику вопросом, о чем я мечтаю. О чем я мечтаю? На самом деле я сама задаюсь этим вопросом в последнее время, потому что очень долго я как бы считала, что я мечтаю о большой сцене, о стадионе. И вроде бы как будто у меня это все еще есть где-то глубоко в душе, это мечта. Но сейчас из-за того, что ничего не происходит в моей музыкальной карьере, как бы, точнее, что-то происходит, конечно, я пишу песни и все такое, и работаю вообще над новым альбомом. Нельзя сказать, что ничего не происходит. Но в частности, ничего не происходит с точки зрения продвижения, с точки зрения коммуникации с аудиторией, релизов и так далее. Короче, сейчас я не знаю, о чем я мечтаю, у меня немножечко туман. Я думаю, что у меня есть несколько таких больших желаний, я не хочу их разглашать, я хочу, чтобы это была такая моя личная область, моя личная сфера. Вообще, по всяким древнекитайским философиям и наукам, у человека есть семь чакр, и вот я распределила свою жизнь как раз по этим семи чакрам, и в каждой чакре есть какая-то цель, какая-то мечта. То есть по чакрам, если разложить, это получается тело, отношения, эмоции или общение, семья, самореализация, знания и финансовая свобода. Я не знаю, о чем я мечтаю. Ответ на вопрос. Готовится ли выступление осенью? Вообще, в прошлом году, у меня уже новый учебный год, в прошлом году, короче, весной я планировала, что я буду выступать на улице летом, то есть я буду играть как уличный музыкант, но это не произошло, не сложилось. Насчет группы, концертов таких клубных, опять же, я думаю, что нет, потому что у меня происходит трансформация небольшая моего артистического образа, и, соответственно, команды, не знаю, подачи, текстов, музыки, вообще все меняется. Для того, чтобы выступать, мне как минимум нужно найти музыкантов, у меня сейчас их нет, концертов осенью не будет, но я точно могу сказать, что я не останавливаюсь, я не говорю о том, что все, типа, Анны Дарк как артиста не существует, нет, на самом деле существует, просто сейчас это все немного внутреннее, происходит внутренняя кухня, то есть мы пишем песни, разрабатываем концепцию, но пока ничего не показываем, поэтому, может быть, кажется, что ничего не происходит, я не знаю. В общем, короче, я очень-очень хочу вернуться на сцену, правда, я очень скучаю по сцене, скучаю по турам, вот недавно я ездила в Коломну с подругой, и я прям вспомнила эту атмосферу, когда мы катались по разным городам российским, как мы выступали в клубах, и это было, на самом деле, классно. Это было сложно местами, тяжело морально, но это было прикольно, вот, так что я хочу идти дальше, я хочу развиваться, не просто выступать ради выступлений, а чтобы это к чему-то вело, чтобы как-то мы росли, не только я, но и моя команда. Да, вот такой вот был быстрый Q&A, как вы видите, у меня такой период немного странный сейчас в жизни, какого-то поиска себя, но это нормально для 20 лет, я думаю. Так что, наверное, здесь я и закончу это видео, потому что сегодня я не буду делать ничего такого экстра интересного, я буду в основном сидеть за компьютером и работать, потом я буду учить историю, учить питон, готовиться к пересдачам когда-нибудь. Они пройдут, и я начну реально делать интересные вещи. Огромнейшее вам спасибо за просмотр этого влога, большое спасибо также за ваши вопросы, буду очень рада еще поотвечать на ваши вопросы, так что если у вас есть какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях, вот. Мы с вами увидимся уже очень-очень скоро, когда произойдет что-то интересное, я вас очень-очень люблю, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok